Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале VideoShopper. В моих руках относительно компактный по нынешним меркам телефон от компании Vivo. Ну, если вдруг кто не знает, Vivo далеко не все знают про этот бренд. Это крупная достаточно фирма, она входит в холдинг BBK, который делает OnePlus и различные другие бренды. И чтобы вы понимали, это где-то четвертое место после Samsung, Apple, Xiaomi занимает по Китаю как минимум. Да и в мире эта продукция представлена, то есть это не просто какой-то ноу-нейм хочу донести. Пусть их немного, но они продаются, они будут продаваться в России. И вот в моих руках Vivo T1. Модель чем интересна? Во-первых, здесь супер-магрид экран, достаточно хороший, и яркость у него хорошая, и контрастность, и цветопередача. Притом этот телефон является типичным середнячком. Во-вторых, здесь батарея 5000 мАч, и что очень важно, зарядка 44 Вт, которая поддерживает этот смартфон, она уже идет в комплекте. Это прекрасно. За 28 минут вы сможете зарядить ваш телефон, правда для этого он должен быть переведен либо в режим самолета, либо выключен, до 50%. Понимаете, то есть меньше часа, и полностью заряд 5000 батарейки восполняется. Просто другим производителям Samsung и Apple должно быть реально стыдно, потому что китайцы делают эффективнее, лучше, быстрее в доступных телефонах. Дальше, телефон чем интересен? Вот по процессору на самом деле это не плюс и не минус. Здесь Qualcomm Snapdragon 680. Это средний процессор, можно запускать, если вам интересно, какие-то игры, танчики, какие-нибудь там PUBG и так далее. Можно на средних, даже чуть ниже средних настройках 680 справиться. Чудес не будет, ну и лагать явно и откровенно не будет. Ну и скорость работы интерфейса, она также на уровне середнячка. Чудес нет, но самое главное, телефон не подвисает, открывает в принципе более-менее быстрое приложение, работает стабильно, без сбоев и не греется. Про экран я практически не высказался, единственное, сказал, что это Super AMOLED дисплей, давайте поподробнее. Все-таки здесь 6,4 дюйма с вырезом под фронтальную камеру, которая в виде полуостровка Full HD+. Есть Always-On Display, на заблокированном экране, при этом сделано все грамотно, можно отображать часы. Притом можно как весь день, так и по расписанию, например, с 7 утра до 11 вечера. Как ни странно, даже Google Pixel до сих пор этому не научился, а Vivo же молодцы, сделали как надо. Внешний вид телефона, ничего особенного, здесь единственное, мне не хватает лично стереодинамиков, потому что хоть динамик и громкий, и не сильно рисковатый. Вот сейчас я его включу. Я покажу вам, какие-то навыки нужно овладеть, чтобы выжить здесь. Но он только один. К сожалению, вот перекрываешь его рукой и все. Стерео, честно говоря, это недоработка производителя, вполне можно. Все-таки это не бюджетная модель. И второй стереодинамик, вот, легко бы могли сделать. Но, к сожалению, не сделали. Но, если вас это не напрягает, еще раз отмечу, что динамик, он нормальный. Он более-менее громкий, четкий, и к нему вопросов нет. А вот что производитель сохранил, это разъем для наушников 3,5 мм, если вам это важно. Также производитель не стал лукавить и оставил сверху дополнительный микрофон, это для шумоподавления, и разъем USB Type-C. Остальное все стандартно, единственный сканер, ну, в принципе, это тоже почти стандартный сканер у нас прямо в экране. Сканер, кстати, срабатывает быстро, проблем с ним нет. Четкий, быстрый и понятный. Основная камера на 50 мегапикселей, фронтальная камера на 16 мегапикселей. Имейте в виду, что здесь нет широкоугольной камеры, если она вам важна. Только основная камера, только обычные съемки и максимум приближения практически без потери качества двукратное. Камера напичкана хорошо, есть и искусственный интеллект, так называемый, режим HDR. Ну, в принципе, все то, что мы привыкли видеть во всех телефонах, кроме совсем уже бюджетных. Все настраивается, все достаточно гибко, можно и 16 на 9, и 4 на 3 снимать, и ночной режим. То есть, все, что нужно, есть. Единственное, что могу сказать по фотографиям. Они, наверное, для среднячка подходят слово средние по качеству. Вы не добьетесь чего-то выдающегося от этого телефона, но и фотографии раздражать не будут. Ни дневные, ни ночные. То же самое касается плюс-минус фронтальной камеры. А вот качество видео, единственное, что меня расстроило, но и с другой стороны порадовало. Во-первых, можно выставить в Full HD только 30 кадров. Если мы ставим в Full HD 1080-60, то телефон принудительно сбрасывает нас на HD. Это, конечно, не очень хорошо. Ну, большинство и не заметят, честно говоря. В общем, если вы снимаете самым стандартным распространенным вариантом, это Full HD 1920 на 1080 точек, я имею в виду видео, то большой плюс, что картинка стабильна, стабилизатор работает так же классно, как на флагманских аппаратах. Очень здорово. Но качество картинки, в данном случае качество видео, оставляет желать лучшего. Поэтому я бы сказал, что как камерафон телефон не слишком хорош, но за него и не просят каких-то сумасшедших денег. Еще про экран упомяну, что здесь DCI-3, цветовая настройка, температура. Это далеко не в каждом даже дорогом телефоне, который прям вот реально на 10 тысяч или на 15 дороже этого бывает. Поэтому, если подводя итоги, я скажу так. Телефон, конечно, привлекает достаточно качественным, приятным AMOLED-экраном. Телефон привлекает быстрой зарядкой, которая уже идет в комплекте, с батарейкой 5000 мА. С нормальным процессором Qualcomm Snapdragon 680 не является игровым, но при желании и поиграть на нем можно. Но чудес не ждите. Единственное, я не упомянул, что телефон полностью пластиковый, но пластик достаточно высокого качества. Телефон приятно держать в руке. Он отчасти напоминает полированное стекло. Вот в данном случае производители молодцы. Хоть я не люблю пластик, кроме мягкого пластика здесь, даже, возможно, и чехол не нужно покупать. К слову, чехла в комплекте нет, только быстрая зарядка и кабель. Но я бы мог пользоваться этим телефоном в тот редкий случай, когда он не особо скользкий, когда приятно его держать в руке, тактильные ощущения хорошие. И просто вот эти вот глазки камер, ну тоже, кому как, мне даже по душе, наверное. Потому что сильно как-то не выпирают и, ну, выделяют телефон на фоне других. Плюс рельеф, которым можно любоваться, называется цвет звездное небо. В целом, сухой остаток. Хотелось бы стереодинамиков, хотелось бы чуть лучше, хотя бы качество фотографии и видео. Ну, опять же, не придираюсь, телефон стоит, на мой личный взгляд, адекватных денег. Подходит ли он вам, цена, качество или нет, решит каждый для себя, конечно, сам. На этом, как всегда, желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Подписывайтесь на канал Видеошоппер. Всегда много новинок, всегда много обзоров на новые смартфоны. Счастливо, друзья!